Вот если вот его одного оставили, значит за четверых он будет еще пахать, а зарплата будет также 20 тысяч, все, ни больше, ни меньше. На стихийный митинг сотрудники федеральной пассажирской компании вышли после того, как им официально сообщили. Грядет сокращение штатов. Потерять работу могут 43 человека. Причина – оптимизация. Нас просто сокращают, мы не увольняемся, нас просто забирают работу, у нас просто нет работы. Сейчас мы дожили до того, что в 2021 руководство ФПК решило нас, ну практически уничтожить, сделать оборотный пункт, оставить три коллеги. Официальная версия руководства – перевозки нерентабельны. Компания терпит убытки. Сами сотрудники не согласны с подобной трактовкой вопроса. Слишком часто им приходилось слышать от пассажиров, что билетов, особенно в летний период, не достать. Пытался я выяснить, какой экономический эффект от всего этого, пока сказать не могут. Ну даже со всем этим сокращением, ну пускай там будет 2-3 миллиона рублей в год. Ну это я так, грубо, может даже меньше. Но хочется обратиться к руководству ФПК с зарплатами в десятки миллионов рублей. Ребята, начините с себя. Сделайте. Если нет доходности, ну тогда и свои зарплаты пустите в дело. Железнодорожные перевозки в Бийске пользуются спросом. При этом, если раньше из Наукограда без пересадок ездили в Алма-Ату, Ташкент, Адлер, Уренго и Нерюнгри, то теперь пассажиры вынуждены добираться с неудобными и длительными пересадками. На северное направление, куда традиционно едут работники вахтовым методом, вагоны заполнялись на 90%. Много и туристов. Да очень много. Мы в основном вывозим-то как раз и туристов. Таких просто вот как бы частных каких-то их мало. В основном Белокуриха отдыхающие, либо туристы. Очень много туристов. Группы детские очень много ездят. А теперь им будет сложно ехать. Та же группа туристов едет откуда-то там, скажем. Им либо в Барнауле пересаживаться, либо в Новосибирске. Здесь они напрямую доехали в ту же Белокуриху. То есть в Белокурихе автобус приходит именно за ними и их отвозит. Сами сотрудники железной дороги считают, что идет планомерный развал бийских пассажироперевозок. Вместо того, чтобы увеличить количество направлений, куда можно добраться без пересадок, сокращают востребованные. Бийск является воротами Горного Алтая. Курорты Горного Алтая и Белокуриха развиваются стремительными темпами. А мы не успеваем за ними. У нас отсутствует комфортное железнодорожное беспересадочное сообщение с регионами. Жители которых приезжают к нам, добираются с пересадками с Новосибирска и в Барнауле. У нас материальная база, опытные сотрудники. Мы многие отработали на предприятии более 25 лет. Мы хотим работать и развиваться. В семейной династии никакой текучки кадров. Стаж сотрудников 25-30 лет на одном месте. Они занимаются незаметной для пассажиров работой. Моют вагоны, заправляют их углем и водой, проверяют ходовую часть, электрооборудование, устраняют неполадки. Справятся ли с объемами, с нагрузкой оставшаяся, небольшая часть сотрудников пока не ясна. Для того, чтобы разобраться в ситуации, сегодня мы направили официальный запрос в РЖД, чтобы выяснить, что ждет сотрудников и как дальше будет развиваться предприятие. Ксения Цапко, Иван Дяблицкий. День с толком.